Джанкент, он был один из первых городов, в который увидели русские путешественники, ученые, побывали там. Это начиналось во время завоевания Казахстана, это такая была страница нашей истории. И вот когда вместе с армией или после армии двигались все по этому пути ученые, то они увидели удивительный город, который назывался Джанкент. И там побывал художник Верещагин, это был такой тоже романтик, баталист. Вот он, конечно, старался заниматься батальными сценами, но он и рисовал местных жителей. И провел раскопки, кстати, одни из первых раскопки, 1868 год, на городище Джанкент. И материалы были опубликованы, в общем-то, тогда Россия тоже для себя стала открывать эту удивительную цивилизацию городскую и вообще цивилизацию Казахстана. И появился огромный интерес к прошлому Казахстану, Средней Азии. И вот это даже подвигло одного известного русского мыслителя. Стасов такой был критик, музыкальный, литературный. Ну, кстати, такой человек, который известен в кругах таких вот российских. Он в одной из своих статей написал статью о древности Казахстана. И говорил, что вот есть город Джанкент. Сейчас мы о нем только начинаем узнавать. Но почему бы нашему городу Джанкенту не стать нашими помпеями? Ну, и вот, в общем-то, его провидение так сбылого. Сейчас действительно наши города, они по-своему являются нашими помпеями. Вот, своеобразная культура, своеобразная городская среда, своеобразные памятники. И, причем, это все на стыке кочевой степи, вот, оселых цивилизаций. Так что Казахстан, память Казахстана, несут колоссальную информацию. И они очень своеобразные, и города наши. И о каждом из них можно долго-долго говорить. И есть такая пословица, что не город, то норов. Каждый город имеет свой характер, свое лицо.